Добрый вечер! Начнем с чтения Евангелия со Слов Божьих. Предлагаю сегодня рассмотреть отрывок Евангелия, который мы часто слышим в храме. Как мы знаем, есть определенный порядок чтения Евангелия на богослужениях. Есть, например, рядовые зачала, которые читаются каждый день. Есть отрывки Евангелия, которые посвящены Пресвятой Богородице, праздникам святым. Бывает, что даже два-три отрывка читаются на богослужениях. Сегодня предлагаю рассмотреть отрывок Евангелия, который посвящен некоторым святителям, в частности, святителю Николаю Чудотворцу. Как мы знаем, его память не только три раза в год, 19 декабря, 22 и 11 августа, но еще бывает еженедельно, каждый четверг. И у вас завтра в монастыре, так как Николай Беляковский монастырь, монастырь, да, небесный покровитель святил Николаю, завтра будет у вас тоже на молебне читаться этот отрывок. Ну, конечно, да. Мы всегда читаем по четвергам на молебне этот отрывочек. И вообще Евангелие должно быть прочитано в течение года все. Поэтому оно разбивается на такие кусочки и читается каждый день по определенному зачалу. И так в течение года оно все прочитывается. Но в отдельных моментах, посвященных, например, Яну Предтече, вот там отдельные Евангелия Николаю Годнику, отдельные Евангелия Богородицы, как вы сказали, отдельные, преподобным, мученикам, блаженным и просят. То есть вот все, так сказать, подобрано из Евангелия, специальные такие моменты, связанные с конкретными, или ангельским чинам, или апостолам. Все это есть. Поэтому сейчас мы вот один из таких участков, кусочков Евангелия, связанных со святителями. Да, если кому-то есть интерес, могут тоже с нами присоединиться, даже открытие Евангелия от Матфея, глава 5 стихи с 14 по 19. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Прежде чем мы будем прям дословно, наверное, разбирать этот отрывок, почему именно этот читается отрывок на молебне святителя Николая? Ну, дело в том, что в этом отрывке Господь обращается напрямую к апостолам и говорит «Вы свет миру». Хотя, конечно же, на тот момент апостолы даже не понимали, о чем идет речь, потому что они были простыми рыбаками, и их там в Капернауме, где они проживали, особо никто и не знал. Но в дальнейшем мы видим, что это пророчество, мы видим, что оно сбылось на апостолах, и их узнал весь, вся Римская империя их узнала. И так как апостолы, естественно, отошли ко Господу мученической кончиной, на их место встали епископы-святители, как это синоним. И до сих пор заменяет святителей и занимает апостольское место. То есть это обращение к апостолам направлено, оно направляет Господь его ко всем святителям, потому как они так же, как апостолы, просвещают весь мир истинной верою, проповедью евангельской и своим праведным житием. А к нам относится как-то этот отрывок? Ну, так как мы все тоже ученики апостолов, и ученики епископов, святителей, то и к нам в какой-то степени это так же относится, потому что и мы должны так же нести свет в мир. Причем не обязательно проповедью словесной, потому что не у всякого человека будет так хорошо. Слова запоминаются, не всякий может их выразить. Не каждый становится учителем, тем более пророком или чудотворцем, как это апостолы совершали чудеса и исцеления. И так же, как и святители, множество из них совершали чудеса исцеления, и проповедовали, и пророчествовали, и несли учения христианские в мир. Но своей жизнью праведной мы так же можем быть свет миру. То есть мы просто примером своей жизни благочестивой так же несем свет. То есть проповедь – это наша благочестивая жизнь. Наша жизнь во Христе, как написал Иоанн Кронштадтский. Есть даже книга у меня такая «Моя жизнь во Христе». Вот наша жизнь во Христе, она так же является свет миру. То есть с нас будут брать пример. Но представьте, если вы находитесь в хорошей компании, которые очень воспитанные, очень благородные люди, вы же всегда будете себя держать подобно им. То есть не будете выкидывать каких-то коленец и шокировать их своим поведением. То есть вы будете стараться походить на них. Так и всякий человек, который в кругу христиан находится, он так же с них берет пример и старается держаться общей канвы благочестивой жизни. А какая это канва? То есть какие качества у свидетелей? Вот я знаю, например, часто в дни преподобных, даже некоторые свидетели читаются блаженно, то есть западе блаженства. И как раз, наверное, перед этим, как Господь сказал, перед этим, как он беседовал с апостолами, он на горе блаженств, она находится в серной части Израиля. То есть эти слова там тоже были произнесены, получается? Там также были эти слова произнесены. Да, это рядом с Галилейским озером, и паломники сейчас посещают это место. И, конечно же, те заповеди блаженств, которые мы сейчас читаем в Евангелии, которые некогда сказал Господь на этой горе блаженств, они и являются теми руководящими принципами, которые всех нас выстраивают в благочестивом направлении своей жизни. Но к этому мы, конечно же, добавляем 10 заповедей ветхозаветных, потому что они тоже не отменяются, они тоже дополняются друг другом. И это всё создаёт такие, как бы, ну, каждому из людей такие границы его поведения, за которые выходить нельзя. Потому что если человек начнёт выходить за эти границы, то, ну, если ветхозаветные заповеди, они чётко говорят, что будешь наказан вплоть до смерти. А если новозаветные заповеди, то не будешь блажен, то есть не будешь счастлив, как Господь говорит. Да, ну и кроме того, да, сам же Господь, мы дальше с вами разберём, да, Он говорит Господь, что я пришёл исполнить, да, то, что было, то есть эти 10 заповедей, но ещё их и расширить. Ну, да, это был, так сказать, такой конфликт учений, то есть фарисеи, саддукеи, первосвященники, они учили ветхозаветные такие заповеди, народ израильский, им и был обучаем в этом направлении, да, религиозном. А Господь, казалось бы, вроде бы, как бы новый закон привносил, но, тем не менее, Он говорит, что я ничего не меняю, я лишь расширяю, углубляю и более делаю утончённым подход к заповедям ветхозаветным. То есть новозаветные заповеди, они более глубоко раскрывают перед нами смысл ветхозаветных заповедей. И это, конечно же, для многих было откровением, потому что многие относились к этому как к букве закона, вот надо соблюдать А, Б, В, Г, Д. А то, что это связано ещё и с внутренним, то есть не просто с внешним поведением, то есть не с делами, а с мыслями. С внутренним, да, состоянием души человеческой это, конечно же, для многих было открытием, собственно, для которого Господь и пришёл в этот мир. Какие же всё-таки качества? Чем вот отличались, да, люди святой жизни? Ну, если заповеди блаженства повторять, то блаженные, нищие, духом блаженные, плачущие, блаженные кроткие, блаженные милости, блаженные, когда вас гонят за имя Христово и прочее. То есть их девять заповедей блаженств, и все эти заповеди, они были воплощены своим Господом в жизни, и все святители, после апостолов и апостолы, конечно же, это всё повторили своей жизнью, то есть они всё это приобрели навыком, взятым от жизни Господа. А святители – навыком, взятый от жизни апостолов. И так далее, вот эта цепь передачи от одного поколения к другому, так она до нас донесла те же самые навыки благочестивой жизни, которые мы сейчас стараемся воплотить в своей жизни, и также быть милостивыми, и несребролюбивыми, и смиренными, и кроткими, и добрыми, и прочее. То есть всё то, что противоположно нашему естеству. Ну, я бы так не стал говорить, что наше естество злое. Оно заражено злом, но по естеству всякий человек, он рождается христианином. Это Тертульянович сказал, что всякая душа, рождённая, она христианка по своему естеству. Но в дальнейшем в ней начинают развиваться вот эти процессы греховных движений в сердце человеческом и в мыслях его. И она начинает изменяться, душа, если человек не защищается от этого всего и не очищает её, то она начинает деградировать и превращается, ну, просто вот иногда даже в подобие беса человек может превратиться. Ну да, ещё и подогреваемое окружение, ведь у нас ценности немножко другие. То есть сейчас мы к чему признаем? Быть лидерами. Сейчас воспитывает нас молодёжь быть первыми, быть лидерами. Ну, то есть основано на гордыне, на тщеславии, на превозношении себя вопреки другим, то есть на противопоставлении другим. Люби себя, чихай на всех. Да, да, не дай себе засохнуть. То есть эти все сленговые такие формулировки мы уже знаем из рекламы, откуда только это не сыпется на нашу бедную душу, и от них надо защищаться, потому что когда-то даже в голову не могло прийти, во времена, например, Пушкина, Лермонтова или Достоевского, что вот такая просто повальная пропаганда страстей греховных будет на человечество изливаться. Это, к сожалению, так, и мы видим это просто на сравнении, что вот там 200 лет назад или там 100 лет назад так не было, а сейчас это уже есть, и это все нормально. Если в той же просвещенной Европе 200 лет назад говорить о Содоме и Гоморских таких грехах было просто безумием, то сейчас это возведено в ранг закона. То же самое, если в англиканской церкви 200 лет назад даже подумать не могли, что священниками могут стать женщины, то сейчас это в ранг закона возведено. То есть вот это вот безумие, оно распространяется, расширяется, к сожалению, на наших глазах. И это все, понимаете, говорит только о том, что человечество, оно не прогрессирует, оно деградирует. И здесь мы стоим просто лицом к лицу перед этим фактом. Он неоспорим. Всякий человек, который говорит, что у нас прогресс человеческой, так сказать, цивилизации, это все можно отнести только к техническому, а к нравственному, к моральному, там регресс, там нет никакого прогресса. Там вместо того, чтобы, как Господь говорит, свет миру должны быть, тут не свет, а тут тьма просто начинает изливаться из людей. И это очень страшно, грустно и явно такой апокалиптический оттенок уже начинает носить. – Да, ну что далеко ходить, мы уже с вами начали говорить о грехе, и мы должны об этом говорить, наверное, да, то есть даже взять там лет 30-50 назад, ведь очень многие люди, да, женщины, очень совершали страшный грех аборта, да, и очень многие люди даже не знали, что это грех. Или, например, тот же, как его называют, гражданский брак. Ведь нужно об этом говорить, что это откровенный блуд. – Ну, я никогда не могу понять, что, когда мне люди говорят, «А я в гражданском браке живу». Ну, послушайте, гражданский брак – это роспись. Это, да, вы как граждане расписались, это тогда гражданский брак. Церковный брак – это венчание. А вот когда человек просто сошелся с другим человеком и ничего нигде не зарегистрировал, ничего, это не гражданский брак, это блуд. Это откровенная жизнь такая, ну, животных. Вот животные также сходятся, расходятся. И вот сегодня здесь, потом там. Ну, вот в этом мы видим прямую деградацию человека уже до уровня животного. А если это потом ставится еще и в похвальбу, то это уже бесовское такое начинается житие. Потому что многие хвалятся этим, что вот у меня столько любовниц, у меня столько там этих, в кавычках, браков гражданских. Я здесь, в этом городе с этим живу, там, с другим, с тем живу. Но это уже безумие, которое ничем не объяснимо. То есть человек уже деградировал настолько, что он не понимает, что все равно, что своей наготой хвалится. Кстати, этим тоже сейчас многие там в Инстаграмах хвалятся. К сожалению, это тоже безумие. То есть насколько деградировала человеческая природа, человеческое естество духовное, что они не видят и не ведают, что творят. Прямо по Евангелию. Да, наверное, мы одну из каких-то наших передач полностью так греху посвятим, рассмотрим все наши стороны жизни, разберем наш отрывок. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот о каком городе идет речь? Ну, дело в том, что всегда города строились на возвышенностях. Это и с точки зрения военной науки очень, так сказать, облегчало возможность защиты. Это и с точки зрения жизни тоже облегчало. То есть на возвышенностях, особенно в Израиле, ветер обдувал. В низинах всегда жарче, наверху всегда прохладнее. Это и с точки зрения того, что не было там насекомых каких-то, то есть, ну, все там комары и прочие, мошка, они в болотах, а вот наверху гор их сдувает просто. И прочие моменты. Ну, кроме того, он издалека виден, и к нему, конечно же, дороги тянутся, и уже, так сказать, легче ориентироваться на местности. Поэтому города всегда строились на холмах, на горах, ну, как наша Москва или там, как Киев тоже. И здесь Господь, говоря, что вы, как город, он обращается к апостолам. То есть, опять же, он пророчествует, говорит, что вы будете наверху горы стоять, и вас увидят все народы, ну, по крайней мере, Римской империи. А если брать апостолу Фому, то и до Индии дошедши, а если апостолу Матфея и Африку, так сказать, просветившего. То есть, все народы земли, близлежащие к Римской империи, все знали этих 12 апостолов, которых до Христа никто не знал даже в городе. Ну, были рыбаки какие-то, которые приносили на рынок рыбу, оптом ее сдавали и опять плыли за рыбой. Кто это, чего это, кому это интересно, да? А когда они стали носителями христианской религии, когда они стали носителем благочестия, и этим просветились, и этот свет Христового учения и Христового благочестия, они стали волею или неволею проповедовать своей жизнью это все среди людей, вот тогда к ним стали приходить тысячи людей для, в том числе, исцеления, исправления и учения, принятия от них учений христианского, чтобы и им стать такими же последователями христианами. И это их возвело в ранг великих городов, как бы стоящих на горах и видимых во всех государствах Римской империи, как минимум. Вот об этом городе речь идет. Это касается апостолов, да? А что касается нас, да? Так светит ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и проставляли за это Бога Отца Небесного. Вот о каких добрых делах можем мы говорить? Ну, здесь можно начать с тьмы, которая в человеке неверующим. То есть человек, не имеющий веры, он не понимает, ради чего он живет, как надо жить, какие законы надо соблюдать или жить беззаконно, да? Ну, если Бога нет, то тогда меня ничто не ограничивает. Я могу жить как животное, я могу жить хуже животного, то есть я могу деградировать, я все могу, да? То есть если Бога нет, то тогда Богом являюсь я сам себе. И я сам себе выставляю законы своего поведения, своей жизни. И кто-то подумает, это же так здорово. Это очень здорово, в кавычках, но это законы деградации, потому что человек, не имеющий ограничений извне, он и внутри ограничений не будет иметь, потому что те страсти, которые внутри него находятся от рождения, они заразят его разум, его сердце, его волю, его какие-то надежды и желания заразятся страстями, и он обречен на деградацию, то есть на самые грязные и нехорошие поступки он будет обречен. И грех, он неутомим, да? То есть он бесконечно будет... Он живет в человеке, ну, как раковые опухоли. Она никогда не отдыхает, то есть она ест, ест, ест изнутри человека, пока не съедает что-то такое, от чего человек умирает. Да, какие-то важные жизненные органы съедают, раковые опухоли, и тогда человек умирает. И эта раковая опухоль умирает вместе с носителем ее, с человеком. Вот то же самое и грех. То есть грех, он съедает душу изнутри, и человек умирает, вместе с ним, конечно же, и страсти также погибают вместе с этим человеком, и идут в ад. Вот здесь тьма вот эта, которая в человеке может быть, она рассеивается только светом истины. А что есть истина, да, еще Понтий Пилот спросил. Сам Господь сказал о себе, «Я есть истина и жизнь и путь». То есть Он, Христос, Иисус, Спаситель мира, Он является той истиной в последней инстанции, кроме Него никакой другой истины уже нет, который своим светом проповеди, своей истины и просвещает каждого человека. То есть Он объясняет, зачем человек живет, как ему надо жить, к чему надо стремиться, какие цели существования в этом мире, какие цели существования после смерти. То есть все вопросы, связанные с человеческим естеством, с человеческим миром, мироустройством, да и со всей Вселенной, Господь несет все ответы на эти вопросы в себе. Поэтому и это и есть свет Божий. А апостолы, которые, восприняв этот свет от Господа, они, ну как зеркало, что ли. А, даже, да, здесь говорится, что они свет мира, а Господь, Он что про себя говорит? «Я свет миру». Здесь даже вот такое. Действительно, да. Ну, вот можно такую аналогию, как зеркало. Вот зеркало, оно светится, если, например, падают солнечные лучи. Оно прям сверкает и ослепляет. Но если солнца нету, то и зеркало будет темным. Вот то же самое и здесь. Апостолы – это такие зеркала, ну или подсвечники, на которых стоит свеча евангельского учения Христова, да, которые несли этот свет в мир. То есть они свет миру и освещают для многих последователей, для многих людей их жизни. А Господь, Он принес этот свет в этот мир, потому что до Христа этого света в этом мире не было, и все, как это ни странно звучит, и пророки, и праведники ветхозаветные, все пошли в ад, потому что все так или иначе согрешали и не имели в себе света, потому как они всего лишь творения Божие. Как и мы все творения Божие, если мы не рождаемся от воды Духа Святого. Только после этого мы становимся детьми Божьими. И без крещения, без миропомазания, без евангельских истин, мы пыль придорожная, как царь Давид говорил, я есть пыль придорожная, то есть я ничто в глазах Божьих. И только это нас оживляет, когда в нас живет истина Божия, и когда в нас живет благодать Духа Святого. Тогда мы живы, когда мы творим. Добрые дела – это как раз именно жизнь по заповедям Божьим, да, получается? Добрые дела – это исполнение воли Божией. А воля Божия исполняется Духом Святым, Его благодатью и Его силою, потому что без Бога мы ничего доброго сделать не можем. То есть если у нас нет веры, а значит нету Бога в нас, то мы ничего не можем сделать доброго, даже если мы совершаем какие-то дела милосердия. Эти все дела милосердия происходят в Туне, потому что для гордости, тщеславия они делаются, для показухи. И Серафим Саровский еще говорил об этом, что только те дела, добрые дела засчитываются человеку во спасение, которые сделаны во имя Христова, а не в свое имя. Вот такой вопрос уже возник, да? Чтобы люди видели ваши добрые дела, но в то же время представляли Бога Отца Небесного. Как вот нам избежать тщеславия, чтобы с одной стороны творить добрые дела, и чтобы не тщеславиться? А вот ответ на этот вопрос в том, что я перед этим сказал фразу, Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. Если мы это глубоко осознаем, что мы пыль придорожная, как Сарь Давидович сказал, то и ничего сделать доброго сами не можем, то тогда и тщеславиться нечем. То есть мы делаем добрые дела не своими силами, не своим умением, не своим знанием, не своими там какими-то премудростями человеческими. Мы это все делаем премудростью и благодатью, и силами, и знаниями Божьими. То есть мы всего лишь этим пользуемся. Тогда чем тут тщеславиться и гордиться? Мы всего лишь пользователи того, что нам Господь дал. Как орудие, да? Орудие. Да. Ну как человек на велосипед садится? Он же не гордится, что он этот велосипед создал. Нет, он его просто купил и катается на нем. Вот то же самое здесь. Не надо ничего изобретать. Все уже сделано и сформулировано. Надо просто сесть и ехать на том, что нам оставили апостолы. То есть пользоваться этим. Перед этим отрывком Евангелия тоже есть фраза, так как Господь сравнивает с апостолами с солью земли. Говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрани люди. Вот такое почему сравнение с солью? Ну действительно, почему Господь не сказал, вы есть там сахар земли, или вы есть уксус земли, или еще что-нибудь, какие-нибудь приправы, перец, потому что если брать физиологию человека, то человек без соли умирает очень быстро. То есть если он не принимает внутрь себя хотя бы чуть-чуть соли, то он просто умрет. Как без воды человек умирает, так и без соли человек умирает. То есть перестает работать сердце и все внутренние органы. И мы все знаем, что в крови человека обязательно солевой определенный баланс содержится. То есть соль – это жизнь для человека. Кроме того, соль является и тем, что сохраняет продукты, например, от гниения. Чтобы покушать зимой грибочков, мы их засаливаем. Это тоже здесь, как аналогию Господь использует этот образ соли. Ну, кроме того, все, что не соленое, хлеб, например, он совершенно безвкусный становится, и его трудно употреблять в пищу. Скажем так, любой продукт, который без определенного количества соли, конечно, можно и пересолить, и это тоже неправильно. Но и совсем не посолить тоже неправильно. То есть мы понимаем, что это неудобоприемлемый продукт является. Вот так же и здесь соль является, если брать аналогию духовной жизни, это то учение, которое содержится в евангельской проводе Христа. И это то учение, которое потом передано было апостолам, и уже апостолы эту соль, учение распространяли по миру. – Получается, они и вкус жизни здесь дают, да? – И силу жизни, и вкус, и сохранение от греховности, и множество еще других подобных же качеств соли. Кроме того, соль она еще и обжигает. То есть если на рану соль посыпать, будет щипать очень сильно. То же самое, если рана греховная какая-то в человеке есть, а ему тут сказать о христианском подходе жизни, ему очень это не понравится, ее это просто обожгет внутри, покоробит, да? Ему будет больно. Почему? Потому что соль сразу проявляет все его раны. То есть учение христианское, оно сразу показывает, где человек неправ. И поэтому многие, кстати, пытаются уйти от христианства, потому что им это неудобно. – От своей совести. – Да, да. Совесть начинает обличать, раны начинают болеть. И вместо того, чтобы их определить и вылечить, ну как рак, его невозможно вылечить, если вы его не определили, что он у вас есть. А он есть в каждом из нас. Рак, я говорю, духовный, так сказать, страстей, духовных болезней. Если его не обнаружить и не лечить, он убивает человека изнутри. Также соль, она еще и определяет, то есть учение христианское, определяет, что мы больны. И это тоже очень важное действие учения христианского как соли этого мира, как смысла жизни. То есть вот без смысла жизнь, она не имеет ни радости, ни какой-то удовлетворенности, никаких-то положительных эмоций. Ну просто вот человек живет и за дня в день, и за дня в день, какое-то вот такое мытарство такое. И зачем это все нужно? И многие даже там до суицидных мыслей из-за этого доходят, потому что не имеет соли, не имеет смысла жизни. Ну еще во времена Господа тоже и жертвоприношение, да, то есть солью было? Если брать Ветхий Завет, то там прям четкие указания, что посоли свою жертву Богу солью, и всегда так и приносили. То есть соль была частью жертвоприношения Ветхозаветного периода церкви. Поэтому, конечно же, уже Господь тогда уже приучал, то есть давал такие образы, да, житейские образы к тому, что потом Он привнес уже в Новом Завете. То есть соль здесь была более понятна для всех израильтян, что да, это жертва, да, это нужно. Мы сейчас с вами продолжим, послушаем звонок. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый день, батюшка, добрый день, Галина. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, у меня вот такой вот скорее любознательный вопрос. Иисуса креста, его распяли на Т-образном кресте, насколько нам известно. А вот в православии сейчас крест, он наклонен. Почему так? Спасибо за вопрос, но чуть-чуть подправлю. Не Т-образный крест был, а Х. То есть он был как перекрестье. То есть планочка была не сверху столпа, а чуть-чуть там на двух третях столпа вертикального прикреплена. И наклон крест сам ровный. Четырехконечный крест, он ровный, ненаклоненный. Но внизу, где находились ноги спасителя, там была прибита такая дощечка, на которую распятый опирался ногами, чтобы хоть чуть-чуть облегчить свои страдания и мучения. И эта наклонная дощечка, мы сейчас на кресте ее тоже видим, она наклонена, условно наклонена, для того, чтобы показать, что с правой стороны висел разбойник мудрый, который уверовал во Христа и вознесся в рай, то есть наверх поднято этот конец планочки. А слева вниз, то есть в ад, второй разбойник слева от Христа, распятый, не уверовал во Христа и пошел в ад. Кроме того, над головой Христа распятого была еще одна планочка, на которой была написана его вина, написана, понтим Пилатом, царь иудейский, и Иисус Христос царь иудейский. Соответственно, поэтому мы имеем восьмиконечный крест, где вот эти все подробности евангельские, они уже изображены полностью. Хотя и тот, и другой крест имеют силу, главное, чтобы они были освящены церковью. Благодарим вас за вопрос. Если у вас есть, уважаемые телезрители, вопросы, звоните, пожалуйста. Как может, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь солью? Как вообще может соль потерять вкус? Ведь мы же знаем, что она соленая. Ну, мы знаем, что соль очень легко растворяется в воде, поэтому, если наша беседа это одна вода, то есть, празднословие, да ни о чем, да, то она становится пресной и неинтересной, да, это вот такая наша беседа. То есть, в любой беседе должна быть соль, то есть, она должна иметь смысл какой-то, да, и тогда беседа становится интересной, не просто празднословие, треп какой-то такой, вот, воды, да, также… Как правило, осуждение? Переходящее в грехи, там, и там, осуждение, тщеславие, что там только, там, похвальбы, что там только нету в этих, в таких праздных разговорах, но вот, что там нет, так это соли, то есть, нету христианского мировоззрения, нету каких-то истин спасительных для души, и поэтому вот эта вода, там, на киселе, да, как часто говорят, ни о чем разговор, просто потеря времени и сил, и вот здесь мы теряем соль, то есть, смысл беседы теряется, и соль размывается празднословием. Есть несколько открывков в Евангелии, где говорится о соли, да, здесь Господь говорит про апостолов, вы соль земли, да, то есть про апостолов, есть еще вот, соль добрая вещь, имейте в себе соль, и мир имейте между собой, вот, то есть, здесь тоже соль, уже в другом качестве тоже. Ну, здесь два качества, Господь указывает, что вы должны иметь соль, то есть учение, оно должно быть твердое, оно не должно быть размываться какими-то там мирскими течениями, там, или какими-то мировоззрениями, то есть, вы должны быть единомысленны в этом учении, имейте мир, и соль имеете, да, ну, а мир – это то единодушие, единомыслие и любовь, которые, конечно же, как, опять же, Господь говорит, любите друг друга, тем вы будете узнаваемы, как мои ученики, то есть, если иметь просто учение, но не иметь любви, этого недостаточно, иметь любовь, но не иметь учения, это тоже недостаточно. Господь совершил два этих подвига, Он и возлюбил своих учеников, Он и научил своих учеников, и то же самое апостолы повторяли по отношению к своим ученикам, они и любили их, и учили их, поэтому и соль, и мир, и любовь должны находиться в жизни каждого христианина. Есть тоже такое выражение, да, в Евангелии Марка, «Всякий огнем осолится». Ну, действительно, мы в этом мире живем не в пансионате, мы всегда испытываем какие-то трудности, сложности, какие-то невзгоды, проблемы, болезни, иногда и просто приходится подвиги совершать в терпении каких-то невзгод, например, в войне, или когда гонения христианские, то есть вот этот огонь, который обжигает человека, он его, истинно верующего человека, он его и очищает. Ну, как соль, повторюсь, она также может ожечь человека, там, где его тело покрыто ранами, также и огонь обжигает человека, но этим очищается и рана, и солью, например, вот морской водой очень хорошо, например, раны заживляются. Вирус промывается. Да, и промывается от вирусов ноздри и прочее, да, то есть мы видим, что очищение идет огнем и соленой водой, да, вот это как раз тот же, такой же аналог здесь Господь проводит и с учением христианским, то есть с одной стороны оно обжигает душу, то есть человек вдруг видит, что он оказывается, он-то думал о себе, что он вообще белый и пушистый, что он такой хороший, он вообще, никаких грехов, за ним ничего нету, все замечательно живется, а вдруг ему начинает открываться истина христианской жизни, и он видит, что и здесь у него прокол, и здесь у него грех, и здесь он ошибся, и здесь он просто в большой зависимости находится, например, от алкоголя, или еще от чего-то, от блуда, или от тщеславия, или от гнева, и это все проявляется только на фоне соли христианского учения, то есть он с одной стороны расстраивается, что видит, оказывается, что он совершенно не идеальный человек внутри себя, а с другой стороны он начинает от этого очищаться, вот это двойное действие как раз здесь описывается. Разбираем дальше. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, или не нарушить пришел я, но исполнить. Не думайте. Кто же там думал, кому Господь обращается? Почему так говорит? Ну, действительно, как можно было даже вот так подумать, что тот, который воскрешает мертвецов, изгоняет бесов, ходит по воде, управляет стихиями морскими и небесными, как это он вдруг может нарушить? Тем более апостол Петр проповедовал его Сыном Божиим, как может нарушить Сын Божий законы и пророков. Конечно же, какие-то сомнения могли быть и у апостолов, особенно на первых началах, так сказать, их знакомства с Христом. И в любом случае были большие, мягко говоря, сомнения, а то и критика и клевета даже со стороны первосвященников иудейских и фарисеев, саддукеев, учителей народа израильского, потому что по Ветхому Завету кто должен преподавать учение религиозное? священник. По какому чину он должен быть? От Аарона происходить по чину Ааронову. Христос не был из рода Аарона. И поэтому говорят, что апостолы, что по чину Мелхиседекова он был, первосвященник. И здесь мы видим, что Господь, видя вот эту опасность, так сказать, побуквенного восприятия истин Ветхозаветных, он для колеблющихся и говорит, я не нарушаю закон, а исполняю его. И несколько раз это повторяет и даже приводит вот то, что я вначале говорил, что, ну, посмотрите, если закон Ветхий Завет говорит, что не убей, я говорю, не гневайся. Это же не противоречие. Это расширение и углубление понимания, понимания, что ты, когда гневаешься, ты уже близок к убийству человека. Да, то есть там даже такие, как бы, антитезы идут, да, то есть Господь говорит, вы слышали, вот, что древним сказано, да, не убей, а я вот говорю вам, что и за мыслями надо следить. То есть, да, и здесь мы видим, где расширяет Господь зону закона, так сказать, соблюдения закона. Не внешне, то есть не убей, это внешне, то есть это вот ты убил, что там у тебя в душе происходило, в этот момент никого не интересовало. Факт убийства, факт наказания. А Господь говорит, нет, мы теперь должны смотреть не только во мне, мы должны теперь смотреть вовнутрь себя, что если во мне гнев появляется, я уже согрешаю. А убийство это уже на конечной стадии того, что произошло внутри, Это уже развитие греховной страсти, гневливости, которые уже приводят к плодам, к непосредственным действиям, поступкам человека, которые приводят к смерти кого-то еще. То есть, то же самое, как дальше, он говорит, что вот не прилюбай, сотвори, да, в Ветхом Завете. А я говорю, тот, кто воззрит на женщину с страстью внутренней, уже... Разглядывать там будет красоту, да? То есть, уже согрешает с нею. То есть, опять Господь из внешнего, ну, вот ты прелюбодействовал, то есть, факт, вот тебя поймали на сожительстве с другой женщиной, все, факт, и вот тебе наказание, смерть. Значит, здесь нет, Господь говорит, это недостаточно, давайте еще не только вне посмотрим, и вовнутрь посмотрим. То есть, такой исихазм начался, да? То есть, умные борьбы. Внутренней жизни, раскрытие внутренней жизни, духовной жизни человека. И так, с каждым законом, Господь показывает, что вглубь себя, вглубь себя, смотри, там очищайся. И он же говорит, что блажены чистые сердца. Но как мы можем сердце очистить только внешними поступками? Если я не буду смотреть внутрь себя, я никогда не очищу сердце ни от помыслов плохих, ни от желаний плохих, ни от чувств плохих, ни от привычек плохих. Они внутри меня находятся, значит, внутри надо делать уборку. А зачем нужно было? Зачем все нужно было? Что люди не устраивали, как они раньше живы? Мы сравниваем, если Ветхий Завет и Новый Завет, мы видим, что в Ветхом Завете Завет это что? Это обещание Бога, что если вы исполняете мои заповеди, то я вас сохраняю, я вам даю благополучие. И здесь, на земле. Здесь, на земле, в этом мире вы становитесь моим народом, о котором я опекусь, говорит Господь. Если еще дальше отмотать, так сказать, историческую канул событий, то то же самое было сказано Адаму. Если ты сохраняешь мою заповедь, ты живешь в раю и смертью не умрешь. Вот не сохранишь мою заповедь, будешь из рая изгнан и смертью умрешь. То есть опять все внешнее. То есть просто общение Творца с Творением мы видим. Вы будете мой народ. В Новом Завете совершенно другая канва события. Господь говорит, вы чадо Божие, вы брат и сестра и матерь мне, если исполняете волю Божию. То есть здесь совсем другое призвание. Оно намного выше ветхозаветного призвания и призвания Адамова. То есть мы становимся из Творения Божьих детьми Божьими. А дети Божьи, они должны быть похожи на Бога не только внешне, но и внутренне. То есть и по характеру, и по свойствам, по качествам, внутренним своим должны быть такими же как Господь, то есть милосердными, кроткими, смиренными и прочее, прочее, что Господь перечислил в девяти заповедях блаженства. И поэтому такое усложнение идет требование к человеку от Христа. То есть не только внешнее соблюдать, но и внутренне соблюдать, потому что кому много дадено, с того много и спрашивается. И вот здесь как раз это все очень, так сказать, сходится в одну точку в этом моменте. Кроме этой, наверное, тайны нашего спасения, что к этому все и шло, и пророки как раз говорили о том, что Господь придет, иначе нашего спасения бы не было. Ну, действительно, его и не было спасения. И Адам, и Ева после своей смерти пошли в ад. И пророки, и ветхозаветные праведники тоже пошли в ад. Почему? Потому что никто из них не смог соблюсти все законы. А чтобы их соблюсти, оказывается, недостаточно внешнего. То есть человек, он же двунаправленное существо. То есть у него два мира существования. Внешний мир и внутренний мир. И если человек только внешний мир так сказать очищает, а внутри не прикасается, то он ну как минимум на 50% он грязен. Но представьте, если у вас квартира двухкомнатная, вы уборку делаете только в одной комнате, а вторую комнату никак не убираете. Все равно будет грязно, все равно будет запах, все равно будет нечистота. Вот то же самое и здесь. Вот как бы две комнаты жизни каждого человека, внутренние комнаты и внешние комнаты, они должны быть также очищены. Поэтому полностью очиститься человек смог только после того, как Христос это ему дал знание об этом и силой и силой и возможностей благодати Божией очищать свое внутреннее естество. Потому что если внешне человек еще хоть как-то мог что-то делать, то внутри-то как человек может свою душу изменить? У него нет таких инструментов. Эти все инструменты, а если по церковному таинства, были дадены Богом в Новом Завете. И только после этого мы стали меняться внутри в лучшую сторону. когда пришла благодать Духа Святого. Дух Святой сошел на апостолов. Только с этого момента и появилась возможность спасения человека. Еще очень много вопросов. Осталось всего три минуты. Заключительная такая фраза тоже иногда смущает. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших, она учит так людей. Тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто нарушит, тот малейший наречется в Царстве Небесном? Все-таки он спасется в Царстве Небесном? Ну, здесь несколько, так сказать, недопониманий. Царство Небесное это не всегда рай. Это еще и суд Божий в Царстве Небесном. Где будет проходить суд над человеками? В Царстве Небесном. И на этом суде будут кто-то в одну сторону и нарекутся малейшими, а кто-то в другую и нарекутся великими. Козлища, да. Кто-то будет овцы, кто-то козлы, кто-то пойдет во спасение, кто-то пойдет в погибель. Вот здесь как раз это разделение мы видим. То есть малейшие это те, которые в ад, а великие те, которые в рай. То есть это не говорит о том, что вот он спасется, да? Ведь Господь сам говорит, что ты одним взглядом уже там... Да, совершаешь. То есть мы, к сожалению, призваны к величайшим таким обетованиям Божьим, то есть стать детьми Божьими, то есть обожествиться. Но вместе с этим призванием к нам прилагается и огромная ответственность, которую мы несем все на себе. Да и даже те, кто не призваны, они все равно носят образ Божий на себе и все равно являются носителями божественного образа. Если они этот божественный образ оскверняют, им за это придется отвечать. У нас осталось всего две минутки. Такая передача насыщенная, глубокая получилась. Вам заключительное слово. Пожалуйста, передача. Ну, так как последние фразы, что мы все являемся носителями образа Божьего, это дает нам много, но это и очень много с нас спрашивается. То есть как печать на каком-то документе показывает принадлежность, кому этот документ относится, так печать образа Божия на нас, показывает, кому мы принадлежим. То есть мы себе не принадлежим, мы принадлежим Богу по ношению образа Божия на себе. Поэтому давайте все-таки стараться его не осквернять и стараться быть подобающим образом себя вести и быть истинными христианами в этом мире. Да, благодарю вас истинными что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. С пауком. На сегодня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»